Краевое правительство совместно с местным отделением Федерации автовладельцев России проводит тотальную проверку качества топлива на заправках. Сейчас в списке 33 АЗС, где бензин и дизельное топливо вызывают подозрения как у водителей, так и у специалистов. Накануне на четырех из них взяли образцы, которые отправили на экспертизу. Ее проведут в лаборатории КНП, аккредитованной Росстандартом. Отмечу, в прошлом рейде выяснилось, из шести сетей топливо надлежащего качества продают только на двух. В остальных образцах обнаружено значительно превышение серы от двух до 15 раз. Также нашли железо, которого там быть не должно, а октановое число сильно занижено. Вместо 92-го водителям продают и 89-й, и даже 80-й бензин. Кроме того, по данным Федерации автовладельцев, некоторые заправки вводят клиентов в заблуждение, указывая, что продают топливо марки «Лукойл». Хотя эта компания с начала года поставила в наш край совершенно небольшие объемы. Результаты, которые мы сегодня проведем проверки, мы также опубликуем. Плюс оставшиеся автозаправочные станции из нашего списка мы также будем проводить проверки. И результаты, помимо того, что мы их будем публиковать, мы их будем направлять в Росстандарт, в Краевое правительство, чтобы Краевое правительство и губернатор видели именно результаты этих проверок. И доказательство того, что наши тест-полоски все-таки не врут, что есть подозрения на те или иные автозаправочные станции. И благодаря этому мы при помощи Росстандарта Главного управления, при помощи Краевого правительства все-таки попытаемся наладить нормальный чистый топливный рынок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова